Все удается, ощущение такое офигительное, ну, словно ты в космос полетел, потому что и заряд, и бодрость. Я расскажу, какие планы были у меня с вечера на сегодняшний день. Стоять в 6 утра, сделать практику, потом сделать папе рыбу. Да, папе, потому что вчера ту рыбу, которую я приготовила, я же делала два стейка. Я думала, что я съем один, а это уже было время вечера, ужин. И я съела первый, и я не удержалась. Я ходила вокруг второго куска, ходила, я не смогла. Я съела сразу два куска, и у меня вчера, конечно, был гастрономический, наверное, шок, поскольку этот вкус, ну, я ранее, может быть, я давно уже ела такую рыбу, но это получилось так, что сегодня утром я позанималась йогой в 6 утра. Потом я тут же стала себе готовить на день, потому что я иду на работу, и целый день у меня потом будут съемки с детишками, и мне целый день не удастся побыть дома, а я готовлю себе с утра. И папе я сделаю точно такую же рыбу, потому что сегодня отвезу ему. Будет папа пробы с рыбой, да, я обещала, и, конечно же, я сделаю ему эту рыбку. Ну, вернее, покажу вам, насколько понравится папе. Но я вчера была под впечатлением абсолютно, потому что нежнейший вкус. Она, ты кладешь ее на язык, она там растворяется. И этот чеснок в перемешку с петрушкой, потом это вино. Я, конечно, боялась. Я не знала, сколько добавлять этого вина. Я не знала, какая консистенция должна быть. Но я знала точно, что нужно ливануть, ну, слегка, чтобы рыба не опьянела. И главное, чтобы две минутки-три покипело, чтобы выпарился алкоголь. Сначала запах мне не очень понравился. Но что самое интересное, сейчас вам, кстати, тоже расскажу одну вещь. А мы вчера были в кафе, где папа я вчера снимала. И там крестная моя заказала томатный суп с морепродуктами. И мы тут же скоммуниздили. Ну, как скоммуниздили. Мы просили у повара, чтобы нам написали рецепт. И нам предоставили этот рецепт. Просто настолько благодарный, низкий поклон, со всеми разными нюансами. И оказывается, белое вино убирает вкус рыбный. Вот этого вкус моря у морепродуктов и также у рыбы. Поэтому, когда ты делаешь рыбу в вине, у тебя нет запаха рыбы. И это вино дает такую какую-то кислинку. И в то же время размягчает эту рыбу. Ну, в общем, я вчера отойти не могла полчаса. У меня действительно был какой-то совершенно гастрономический восторг. Это что-то было со мной... Я не знаю, что со мной творилось, но это было так мне вкусно. Я сегодня, когда приготовила, я тоже стейк съела уже, ну, маленький, правда, не целый. Съела на завтрак, потому что я не могу оторваться. И что так самое еще интересное, петрушка. Я бы никогда в жизни не подумала, что можно добавить петрушку, и будет такой в соус. А действительно, когда вот эта петрушка, чеснок, масло, все вместе, и потом ты как бы на подушку выкладываешь рыбу, рыба не горит, а она как пропаривается всеми этими запахами. Ну, в общем, эх, вообще, вообще, я вам скажу. У меня такое сегодня бодрое, хорошее настроение, потому что, наверное, начала я его с готовки, начала я его с приятных, позитивных движений, тела движений, которые доставляют, конечно же, такое наслаждение. Сейчас я иду к деткам, буду заниматься. Ну, в общем, всем прекрасного, чудесного и продуктивного воскресного дня, потому что сегодня воскресенье. Воскресенье – время, когда можно посвятить себе. Я всегда говорю, потому что субботу ты еще не себе можешь посвятить, субботу ты едешь по гостям, может быть, встречаешься с друзьями, с родственниками. А вот воскресенье – это твой день, когда ты можешь, если тебе никуда не надо, конечно, как мне на работу, остаться дома и провести его с пользой для себя, и поделать практики домашние, растерить коврик и потянуться. Ну все, я вам хорошего вентиля желаю и до встречи. У нас фотосессия сейчас в школе модели Янка Фомас. В конце каждого месяца фотоурок. Фотоурок, фотопроект. Мы делаем фотографии деткам, в электронном виде отдаем их родителям. И дальше снимают опять видеовизитку. И, кстати, мы находимся в студии «Джулия», где я делала фотосессию новогоднюю. Мы здесь постоянно снимаемся в Гринжике, в этой студии. И она, конечно, кайфовая, потому что здесь мало того, что много-много локаций, все выставляется без проблем, собирается. Но и также есть, конечно же, белый фон, разные красные, если вы видите и черный, и коричневый, и лампы здесь прекрасные. Мы прям оккупировали это место, ангажируем каждый месяц на день съемок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!